Встреча почти на Эльбе. Ну что, дорогие друзья, Василий Николаевич, Альцент Георгиевич, а вы не будете против, если я дам возможность приветственное слово к участникам форума Василия Николаевича? Буквально на минуту. Василий Николаевич, ну несколько слов. Не-не-не-не, так нельзя, пожалуйста. Минута. Добрый день, уважаемые петербургцы, уважаемые гости. Я думаю, что Вас привело то, что и привело меня. Я очень уважаю Санкт-Петербурга Ченнезорова, знаю его достаточно давно, поэтому мне просто очень-очень интересно послушать его, набраться. Человек действительно неординарный, человек очень умный, человек, который имеет свою позицию. Не всегда, далеко не всегда я с ним согласен, мы с ним спорим, но не ругаемся. Я всем Вам желаю такого приятного, приятного, хорошего прослушивания. Спасибо. Спасибо огромное. Александр Николаевич, отдавай. Отлично, хорошо. Я, значит, буду. Вот сразу видно. Я думаю, что будет проще и лучше, если вы создадите какие-нибудь записочки, это экономит время общения нас, насколько я думаю, довольно быстро попросят из зала, потому что у них следующее мероприятие. И вот в целях сохранения времени, я думаю, что лучше нам, по крайней мере, начинать общаться, потому что я совершенно не расположен произносить какие-то вот просто монологи или арендить Вам. Давайте мы как бы начнем такое через записочное общение. Причем предупреждаем меня, спрашивайте, политики совершенно бесполитные, мне неинтересно эта тема. Старайтесь ограничивать себя в этих интересах, но обо всем остальном, что Вас интересует, я постараюсь ответить. Вы при этом должны помнить мою, значит, кошмарную репутацию и понимать, что я абсолютно не предлагаю себя в качестве эталона, критерия, учителя, некоего хранителя или владельца истины. Как раз я наоборот, я очень плохую, у меня очень плохая репутация, у меня, честно говоря, отцена, потому что вообще жить лучше всего вот именно так. То есть надо один раз испортить репутацию, потом уже ни о чем никогда не забываться. Поэтому все то, что я говорю, ни в малейшей степени не предназначено для повторения в домашних условиях или для попытки каким-то образом это примерить на себя, либо не на трактовательство как какое-то учительство. Давайте записочки, дорогие мои, либо если у кого-то созрел только здравый, да, здравый вопрос, давайте здравый вопрос. Можно? Седова, житель блокадного Ленинграда, университетный корреспондент двух газет «Собственное мнение» и «Арсеньевские вести». Ваши отношения, считаете ли вы наш город центром культуры за последние 5-10 лет? И как вы относитесь к иностранным вывескам в нашем городе? И как вы относитесь к тому, что Геоп находится на площади Ломоносова, а за ним грязь, инфекции и прочее, оправьте на двора? Вы знаете, я очень спокойно отношусь к вывескам в иностранном языке. Я думаю, что нам сперва нужно договориться о том, что такое культура, и потом уже определять, что является ее центром, а что является ее эфирией, потому что представления о культуре могут быть самые разные. Ей подозреваю, что у Петербурга было время то, что называется, пленять. Он действительно в определенный период своей истории был таким эпицентром, местом, где концентрировалось все, безусловно, самое важное и самое сильное в России. Эта культура могла выглядеть самым неожиданным образом. Это могла быть блистательная Вера Засудич с ее необыкновенно красивым поступком. Его можно оценивать как угодно, но поступок, согласитесь, необыкновенной красоты, когда человек идет на такое не ради себя, а идет оскорбленный за другого человека. Это город Ивана Петровича Павлова, это в известной степени город Арбелия, это в известной степени город Сиченова, это город народовольцев, это город бомбистов, это город революционеров, это город Льва Давыдовича Троцкого в том числе. Достаточно любопытного персонажа, по крайней мере из очень крупных персонажей эстетических. Но затем я думаю, что то, что мы воспринимаем непосредственно, если это имеется в виду всякие картинки и музицирование, но картинки и музицирование это одно, а подлинная культура и подлинный исторический нерв и владение этим рулевым колесом истории, я подозреваю, что Петербург утрачено, равно как утрачено вообще значение и Петербурга, и России в частности. Мы подтверждаем справедливость, скажем так, этой утраты, ликвидируя Академию наук, выбирая в парламент религиозных фанатиков, сажая прелестных девчонок за две песенки, спеты не там, при этом забывая, что мы с вами находимся в помещении, даже если мы выглянем в окно, не через слюду, а через стекло, то мы не увидим там толп изъеденных проказой, гнилозубых людей в палахонах, которые тащат очередную ведьму, чтобы выпустить ей кишки или отрубить ей руки. То есть мы видим, что мы везде пользуемся плодами настоящего знания, пользуемся им достаточно бездумно. По поводу того, как я отношусь к где-то мусорным свалкам, ну, периодически возникают, периодически убирают. Мне это, честно говоря, совершенно не беспокоит. Мне извините за прямоту и откровенность. Вот тут какие-то вопросы безумные совершенно. Ну, вот первый безумный вопрос, это, естественно, ко мне тут был вопрос про, вот, значит, атеист, злодей и так далее, как я смею. И вообще, неужели я не понимаю, что у нас у всех, у нас у страшная, страшная мусульманская угроза, и что, если, если, вот, значит, мы порушим духовные скрепы православия, то немедленно мусульманская угроза восторжествует. Вот, мне бы интересно было посмотреть на человека, который это написал. Застинчиво. Хорошо. Не суть важна. Вообще, это очень светлая и любопытная мысль. Жалко, вы не имеете возможности повторить ее Константину XI Палеологу. Именно через его труп переступил Мехамед II, вступая в квазиправославный Константинополь. И жители квазиправославного Константинополя, как вы помните, кинулись переделывать главный садов своего города в мечеть Айя-Сарихи. Вообще, это очень странная мысль, думать, что наличие одной религии страхует от воцарения другой. Это примерно то же самое, что думать, что наличие туберкулеза страхует от заражения сифересом. Увы, это не так. Поэтому вот этот довод, который приводится обычно в объяснение того странного беснования со скрепами, ну, давайте мы его всерьез рассматривать все-таки не будем. Очень интересные записки. Там ваш прогноз развития планетарного человечества. Нашли тоже мне специалист по планетарному человечеству. Но прогноз, разумеется, плохой. Потому что... И это касается, наверное, непосредственно темы нашей встречи. Почему плохой прогноз? Потому что, ну, мало того, что у нас достаточно плохой мозг. Ну, как бы, эволюционно так сложилось, что нам... Мы легко можем, как бы, протянуть все абсолютно эволюционные ниточки к мозгу, там, первых эврикторит, посмотреть и понять, что... То, что мы имеем в своем мозговом черепе, и вы, и я, и все присутствующие, в общем-то, достаточно далеко от совершенства. Ну, не надо подтверждать и доказывать. Понятно, что мы не в состоянии воспринимать... Ведь, как известно, да, мы живем замкнутыми в наше невральное пространство. Мозг не видит ничего, кроме тех сигналов, которые подают ему нервы. Это сказал еще Доминик Сальян. Сказал абсолютно правильно. И мы, в общем, по причине грубости собственной рецепторики, по причине того, что мы плохо понимаем и плохо ориентируемся, и плохо воспринимаем, от нас скрыто, ну, наверное, где-то не меньше, чем 70-х важнейших природных явлений. Мы можем воспринимать только незначительную часть электромагнитной радиации, в основном в виде мысли. Мы не воспринимаем поляризованный свет, трансгуб, мы... В общем, как бы мозг, ну, достаточно хреновенький, будем откровенны. Но это бы все было ничего, если бы мы так трагически не теряли время в течение двух с половиной тысяч лет или трех тысяч лет, и все-таки развивали бы некое знание. Вот если бы мы развивали знания, мы, вероятно, не оказались бы сейчас, как я предполагаю, абсолютно беззащитными перед любой нормальной, весомой, планетарной угрозой. Что я имею в виду? Я имею в виду не какие-то одиночные метеоритики или не какие-то подвижки плит, коры, плитосферы. Я имею в виду что-нибудь из основного репертуара галактики и из основного репертуара матушки Геи. Вот понятно, что человечество будет захоронено мгновенно и без всякого следа. У нас отвечать нечему, у нас вот науки в каком-то серьезном, в большом смысле этого слова просто нет. И не надо здесь, наверное, было бы справедливости ради, могу сказать, что не надо здесь грешить ни на ислам, ни на христианство, ни на иудаизм, потому что и ислам, и христианство, иудаизм – это всего-навсего эволюционные стадии развития религиозной идеи, появившиеся еще очень-очень давно. Мы прекрасно знаем, что мы можем взять любую религию, любую религиозную идею, обнаружить в ней все рудименты, все атомизмы. Вы знаете, что такое цанкса, нет? Цанксы – это такие чудесные вещички, которые индейцы племени Хевары изготавливают из сушеных трупов. Это амулеты из сушеных трупов, которым они поклоняются, которые должны принести им удачу или выздоравливать. У австралийцев есть до сих пор чуринги, такие крашеные дощечки, на которых красками изображаются движения неких духов. Я думаю, что вы тоже легко сможете провести нужную-нужную-нужную, скажем так, здесь аналогию. То есть мы прекрасно понимаем, что религиозная идея, она когда-то была, она когда-то воплотилась в первых, а не мистических, совершенно диких дикарских представлений. Вот она эволюционировала и доэволюционировалась, до христианства. Понятно, что это, скорее всего, не финал, что у христианства сменяет какая-то другая дисциплина. Возможно, столь же, скажем так, с моей точки зрения абсурдная, возможно, более совершенная и все-таки скоррелированная вода. Медленно, криво, грязно, плохо, но поднимающийся некий интеллектуальный уровень. Поднимается он, конечно, очень плохо. Так, оптимистичен ли ваш взгляд на будущее России? Нет, мне нет такого оптимистического взгляда на будущее России. Но я прекрасно понимаю, что, наверное, не все следует говорить, особенно тут... Ну, мы принимали всяких статей, там что-то про оскорбление каких-то верующих. То есть мы помним, что всюду шмыряют злобные христиане, которые только и ждут повода оскорбиться на что-нибудь. Это их любимое занятие. И потом начать писать доносы в прокуратуру. Поэтому я буду, скажем так, более сдержан, чем обычно. Тем паче, что я, несмотря на все ваше очарование, мало кого-то ледяновод, который Василий Николаевич и Пичи Джи, который уже сделал мрачное выражение лица, но я ищу ничего, я вообще еще ничего не шагать, я шалить не буду. Спасибо, товарищи. Поэтому взгляд у меня чрезвычайно мрачный. Меня удивляет, когда сразу сходу меня огорашивают вопросами о страхе революции. А что их бояться-то, собственно говоря, о революции? К ним надо готовиться, а не бояться их. Особенно живя в России, особенно понимая логику развития России. Ничего... Потому что, понимаете, бояться бесполезно. Это все равно, что бояться зимы, или бояться рака, или бояться чего-то. Это штука запрограммирована, и всегда возникает как естественная реакция того, что неизбежно, того, что происходит. Тут, кстати, была одна записочка про Николая II и про мое к нему отношение. Никакого отношения у меня отдельного к нему быть не может. Я всегда помню про то, что, скажем так, да, это человек с чрезвычайно трагической судьбой, в которой он виноват целиком и полностью сам, и, вероятно, подписывать увольнение с работы, с царской должности. Ему надо было только не тогда, когда он это сделал, а прямо непосредственно в тот день, когда по его приказу или по его попустительству расстреляли на Невском проспекте. Ну, по одним подсчетам сотни, по другим подсчетам тысячи. Пончик Брович предлагал, если не ошибаюсь, цифру. Три с половиной тысячи трупов. Официальная жандармская статистика тогда говорила о 330. Выпищено было порядка, там, кстати, трех тысяч патронов залпового огня, но мы не знаем, сколько этих старушек с иконками, сколько этих детишек, старичков порубали у Александровского сада. Если не ошибаюсь, там был Преображенский полк, и сколько атаманский полк посек шашками и потоптал на Троицком мосту народ. Понятно, что, в общем, кровища было очень много. Правильно, ему тогда нужно было слагать с себя полномочия, вешаться, и тогда бы он не подставил бы и собственную семью под тот, скажем так, кошмарный вариант, который могли предложить ему на ту минуту большевики. Насчет Березовского, не знаю, убили ли, не знаю. Борь загадочный тип и очень большой затейник. То есть, если, предположим, он позвонил через месяц, я бы ни сколько, вот вообще клянусь, ни сколько бы не удивился. Я бы сказал, ага, понятно. Он всю жизнь что-нибудь отмачивал и находил в этом огромное удовольствие. Вот помимо того, что вы знаете о нем, помимо вот этого кошмарного там еврейского с тонкими лапками, такого паучьего спрута, который присосался к жиле, к вене народной, и сосал из нее профи, это был чрезвычайно остроумный, хитрый, веселый, пронелливый, чудовищный бабник, был же, если я не знаю, весельчак, интеллектуал. Его значение, его демонизм сильно привеличенное, я могу сказать. И вполне возможно, что ему пришла в голову еще вот такая вот вполне себе забавная история. Что вы думаете о Greenpeace, а их последняя акция у платформы приразвучная? Я полагаю, что цели и методы Greenpeace в любом случае находятся выше любых политических, территориальных, национальных, коммерческих, по крайней мере, как я себе это представляю, интересов. И, конечно, их контроль и их вообще существование раздражают очень многих. Что касается методов Greenpeace, ну да, ну пиратский, ну да, ну хамский, ну да, ну безобразный. Но не мне об этом говорить. Я всю жизнь пользовался только пиратскими, хамскими и безобразными методами и полагаю вообще, что других не существует. Так, сейчас посмотрим, что-то такое. Ну, отношения к глобализации у меня, честно говоря, никакой нет, равно как вот там была записочка про наркоманов. Ну, у меня был, когда я был, когда я мотал сроки по Сударственной Думе, у меня был такой приятель Женя Ройзман, мы просто сидели за одной паркой. С одной стороны был Александр Васильевич Коржаков, с другой Ройзман. Вот у него был сдвиг на этих наркоманах. И он все время говорил, Женька, что ты тратишь время на это? Пусть себе будут наркоманами. В конце концов, наркотики – это чудесный инструмент естественного отбора. Пусть себе, в конце концов, полятся и догнуты. И совершенно не надо, не надо пытаться в этот процесс смешиваться, поскольку мы и так создали условия, при которых люди, которые, по идее, не хотят жить и не вкладывают в слово «жизнь» какого-то серьезного смысла, они, тем не менее, жить ухитряются, просто потому что мы их заставляем силой социальной помощи, силой медицины, политической или чьей-то воли. Но, может быть, этого не надо делать. И как инструмент естественного отбора это, в принципе, очень и очень неплохо. Вы активно разоблачали, вы являли, клеймили в 90-е годы, не жалеете ли об этом? Нет, не жалею, по-другому. То есть, нет, и жалею, и не жалею. Жалею, конечно же, что, когда все нормальные люди приватизировали заводы, газеты и пароходы, я как дурак бегал по каким-то баррикадам, хотя, в принципе, тогда уже можно было начать торговать собственным именем и взять на вооружение единственную здравую философию Джека Воробья, который, как вы помните, оценивал, пахнет ли не пахнет наживой то или иное предприятие. Вот, наверное, мне тогда нужно было одуматься. Я был романтическим балдинцем. Но не жалею в том смысле, что благодаря секундам у меня была возможность, ну, скажем так, получить совершенно уникальную способность и возможность видеть жизнь вот в таком вот макро-приближении, то, что не бывает у нормальных, у обычных людей. Если брать по аналогии с верой в религии, что, по-вашему, дорогата может приносить смысл жизни в атеистическом материализме? Знаете, атеистического материализма пугаться не надо. Это все равно, что пугаться отсутствие стакана с утра. Да? Там вот есть люди, которые крепко сидят на каких-то допингах, наркотиках или алкоголе. Им кажется, что вот убери из их жизни стакан, и они больше не будут видеть на троллейбусной остановке такого чудесного белого верблюда, который пытается войти в троллейбус и превращается в осьминога из прута. Им кажется, что трезвость это страшно. Нет. Нет. Друзья мои, во-первых, это не страшно. Во-вторых, поверьте, в этом есть и колоссальная прелесть, и колоссальная сила. Другое дело, что это сложно. Вот когда мне какие-то мои гуманитарные приятели говорят о том, что они атеисты, я им не верю. Я не понимаю, на чем может базироваться такая сложная и серьезная штука, как атеизм, кроме как на, конечно, существенном серьезном знании. И абсолютно никого и никогда не желая обидеть, я всегда говорю, что атеизм и религиозность это просто два разных уровня развития. Почему вам говорю об этом в глаза, понимаю, что вероятно здесь многие считают, что они верят в Бога, в какого-нибудь. Потому что наше развитие это абсолютно наш добровольный выбор. Человек либо останавливает себя на определенном уровне, ему в нем комфортно, либо он все-таки начинает развиваться дальше и достигает уровня другого. Ведь вера это же не наличие особых знаний, это отсутствие элементарных знаний. Я понимаю, что очень многих людей беспокоят, волнуют сложные, болезненные, жестокие вопросы и жестокие проблемы. Но уверяю вас, что на 93% ваших сложных вопросов в Франции есть ответы. И эти ответы простые, проверяемые, доказываемые, абсолютно очевидные. Это и вопросы зарождения и происхождения жизни, это и вопросы работы нашего мозга, это и вопросы предназначения места человека. Это, кстати говоря, возвращение к нашему с вами разговору о культуре. Но, увы, культура играет, я бы сказал, такую довольно гадую роль, скажем так. Прямо, да? Почему? Я понимаю, что эти слова звучат здесь странно, но я говорю с предельной откровенностью. Дело в том, что культура и вот вся мифология, которую она создала, они взяли на себя функции такого швейцара, который пропускает или не пропускает важнейшее открытие науки, важнейшее откровение знания в том случае, если они либо соответствуют у них у человека, который человек сам о себе сложил. Либо не пропускают, если, скажем так, то, что предлагает наука, не соответствует этому мифу. И здесь культура, которая, в общем, будем откровенны, она совершенно руминационна. Руминация – это что такое? Это как бы есть некая особенность у жвачных животных, у овец, у коров, у чего-то нет обидного. Культура периодически, произвольно или непроизвольно возвращает из желудка обратно в ротовую полость, пищевую массу, заново ее переживает и заново проглаживает. То есть культура постоянно занимается вот этой руминацией, постоянно манипулирует понятиями о некой исключительности, о некой исключительности внутреннего мира, исключительности человека, каких-то вот этих всех возвышенных, и не пропускает того, к сожалению, довольно грустного, довольно грустного знания о том, что же на самом деле человек собой представляет. Как вы относитесь к геям? Я к геям вообще не отношусь. Но сегодня, видя, что этих людей травят, да, это другие люди, это совершенно другие, не очень понятные мне люди, но мне, честно говоря, абсолютно безразлично, кто как собрубляет с помощью электрошокеров, арбузов, воздушных шариков. Мне нет желания совать нос в чью-нибудь там Рима Пудентис или кому-нибудь под одеялом, мне безразлично. Я вижу, что есть люди, которые ведут себя предельно храбро, предельно достойно, которые стоят в одиночку, маленькие, хрупкие, стоят против здоровенных дуболомов-черносотенцев и отстаивают свою правду. Понимаете, ведь если мы говорим о том, что я знаю про то, что существует закон, который запрещает им, запрещает им каким-то образом пропагандировать свой образ или проповедовать себя сами. Ну, здесь я в праве не согласиться, потому что надо быть последователем. А мы предельно непоследовательны. Вот, например, закатывание варенья не считается преступлением, а рассказ о закатывании варенья преступлением считается. Тогда объявите преступлением закатывание варенья. Тогда объявите преступлением гомосексуальные связи, и это будет понятно. По крайней мере, тогда исчезнет вот эта вот двусмысленность глупая. К тому же я вообще не люблю, когда кого-то маленького травят. Ну, вот не нравится мне, черт возьми. И особенно, когда я вижу, кто травит и на основании чего травят. Травят исключительно на основании принятых в маленьком скотоводческом иудейском народе правил. Там действительно, как бы, ну, вероятно, это сильно нарушало демографию. Вот здесь сейчас, кстати, был вопрос о демографии. Могу вам сказать, что она меня вообще, вообще не беспокоит и не волнует. И как-то проблемы демографии это сильно не ко мне. Я не считаю, что ее надо улучшать. Мне вполне хватает той проповеди, в которой я сегодня уже постоял. Я не хочу, чтобы она становилась в два раза больше. Мне вполне хватает запаха конвенционного коллектора под Ольгиной. Я не хочу, чтобы он становился в два раза сильнее. В конце концов, есть власть. Это ей нужны налогоплательщики, солдаты, личные водители и все остальное. Вот пусть демография будет ее проблемой, но не в малейшей степени, не в малейшей степени, не моей. Так, сейчас, тут были еще какие-то были интересные всякие, интересные были всякие вопросы. Вы знаете, мне вот вопрос, есть ли у вас учителя, кто они? Спасибо. Мне необыкновенно, вот я только сейчас, я уже такой древучий старец. Я уже человек не просто пожилой, а древний. Помните, как вот Вастериксия и Обеликсия, я вот сейчас это уже стал, чтобы было все получше видно. Вастериксия и Обеликсия есть такой дяденька в пищи, такой поросший поганками один из других. Вот я как-то себя ощущаю уже именно таким. И могу сказать, что только сейчас я начинаю понимать, для какой степени мне сказочно везло с теми, кого вы называете учителем. И в числе, в числе там дорогих мне людей, я бы, конечно, назвал Льва Николаевича Бумилева, я совершенно не понимал, какое мне безграмотному, авантюрному пацану, репортеру, прославившемуся исключительно своей наглостью, храбростью, бескрышностью, отмороженностью и романтизмом, какое мне счастье выпало слушать те лекции, которые профессионально Лев Николаевич садился, заставлял меня слушать и объяснял мне, скажем так, основные вектора понимания истории, как к ней следует относиться, до какой степени к ней следует быть критичным, до какой степени к ней можно доверять и как ее вообще следует оценивать. Я точно так же вспоминаю, что я абсолютно не ценил, держился, хамил, кощунечил, учитывая, что она была очень верующим человеком. Я, естественно, тут же вставлял эти свои ныне запрещенные статьи по статье Уголовного кодекса, в чем сила христианства, по статье Уголовного кодекса. Я, Наталья Петровна, Бегатериеву, которая, я не знаю, была ли она верующим человеком, или это просто было такой формой кутикулы, такой вот раковиной, такой вот попытки скрыться от жизни со всеми ее проблемами, но тем не менее Наталья Петровна тоже очень тщательная, очень долго со мной возилась. Я с огромной благодарностью вспоминаю человека, который учил меня военному делу, Льва Николаевича Рохляд. Мы очень подружились в Грозном во время штурма, и он даже меня там где-то в каком-то грязном подвале представил к ордену мужества, который потом мне дал им Министерство Обороны, но это было после моей выходки, о которой я не могу рассказывать просто потому, что щажу ваши уши и представления об общественной морали. Я вообще, вот знаете, я периодически сталкиваюсь с какими-то занятными, весьма занятными попытками там разоблачить меня, рассказать какие-нибудь гнусные, кошмарные факты моей биографии. Меня смущает, меня смущает, что все время это одни и те же факты. Я, честно говоря, рано или поздно устрою аукцион для платежеспособных изданий, я расскажу факты, которые еще неизвестны, но которые гораздо более кошмарны, чем те, которые обычно муссируются в вашем интернете. Говорю в вашем, потому что я не интернетный чек, понятия об интернете не имею. То есть нет, я могу там что-то набрать двумя пальцами, но я не имею никаких там аккаунтов, не читаю, не слежу, не прописан ни в каких этих сетях. Это и Рохлин, это и Александр Иванович Лебедь, это и люди, которые вам, фамилии, которых вам ничего не скажут, но которые, тем не менее, по каким-то неведомым для меня до сих пор, несмотря на количество поганых, причинам, тем не менее, вкладывали в меня очень много сил и очень много времени и очень много то, что на вашем языке культурных людей, называется сердце. Я просто не употребляю уже крайних маргинальных понятий типа душа, это для меня просто вообще непонятно, что это такое, но, вероятно, сердце. Так, придет ли человечество к атеизму? Ну, во-первых, вы видите на мне манисту, пестрые платки, я вам не цыганка, я не умею гадать, у меня особых надежд нет, то есть все равно сейчас так называемое человечество даже в каких-то вне конфессиональных, вне церковных средах насчитывает, по-моему, в своих предах почти полтора миллиона верующих. Эти полтора миллиона, в общем, проделывают над собой какую-то для меня не очень загадочную манипуляцию, чтобы приблизить свое мировоззрение, свое миропонимание, к миропониманию дикаря из племени Хивара с его санкцией, да, либо к чурингам австралийских абрригерам. Для меня это все немножко дико, но дело в том, что я не очень верю во всю эту сегодняшнюю православность России. Знаете, вот были замечательные существа, там, смелодон, очень красивая тварь, глиптодон, шерстистый носорог, они бегали здесь, вот здесь, прямо здесь, вот там, где мы сейчас с вами говорим, там, где находится библиотека Мальковского, тут бегали шерстистые носороги, причем 23 тысячи, 25 тысяч лет тому назад, совсем недавно, я же не беру там каких-нибудь аллазавров или велосерапторов, я говорю о недавних обитателях, вымерших обитателях земли, вот в тех условиях они жили, да, в этих условиях, несмотря на, скажем так, солидность лептодона, несмотря на прекрасное оснащение смелодона, они бы выжить не могли. Я полагаю, что все-таки сегодня все люди, которые называют себя верующими, как правило, не понимают, во-первых, во что они верят, не отдают себе в этом отчет, и когда я, которому судьба, судьба наделила, скажем так, некоторым знанием православия, задаю вопрос, и выясняется, что они понятия не имеют о сущности самой своей веры, более того, чаще всего не знают, да, что там, ни кео-константинопольского символа веры, не понимают догмата присуществления, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, если этим людям задаешь вопрос, но если вы верите в одного бога, вы должны автоматически допускать существование всех остальных богов, которые уже отметились в истории человечества, и которые имеют такие же права на существование. Ну, тут начинается, как бы, начинается еще, еще больше коллизии. Занимаясь анатомией, интересуетесь ли вы средством продления активной жизни? Спасибо. Спасибо, Ирина. Нет, Ирина, не занимаюсь, потому что, к сожалению, когда являешься анатомом, плохим ли, хорошим ли, понимаешь всю скандальность конструкции человеком. Скандальность в том смысле, конечно, сделанному очку. Сделанным, если бы нас проектировал некий инженер, то его, конечно, надо было бы уволить за профнутри год. Я уж не говорю про там 200-300 самых распространенных болезней, которые тоже не с неба упали, а заложены именно гигантским несовершенством конструкции. Я не говорю про дурацкие глаза, в которых почему-то фотоэлементы, светочувствительные клетки подведены сзади, изоэтикулой, и нам мешают видеть, ну, скажем так, неощутимые нами, но существующие и читаемые нервами сетки из, опять-таки, тончайших нервных сплетений и сосудиков. Я уж не говорю про все заложенные в конструкции человека недостатки. Я прекрасно вот, понимаете, вот один раз, когда там вопрос о продлении активной жизни, вам надо налить сердечко, например, да? Что такое налить сердечко? Это берется сердце, и через митральный клапан, там, кривой иголкой надо залезть и закачать смесь красной или синей краски с эпоксидной смолой. Это делается для того, чтобы на этом сердце, если оно полимеризуется, стали бы такими очень сочными, очень отчетливыми, очень хорошо читающимися веными. И вот вы залезаете туда этой иголочкой, кривой, и слышите хрустик. А человеку, сердце которого вы держите в руках, 62 года. А вы уже слышите хрустик и понимаете, что, к сожалению, произошла та патология сосудов, которая никакими мечтами, ни о какой вечной жизни никогда не отменится. То есть, при том, что сердце еще не худше, не худше наш орган. Вы не хотели бы передать свой опыт молодому поколению журналистов? Да нет, вы знаете, вообще ничего никому не хочу передавать. Особенно бескорыстно. Это все не ко мне. Я теперь, как Джек Воробин, мне теперь вот все про бескорыстие мне не нравится. Так. Вопрос про Достоевского. Ну, я понимаю, что это сейчас почтенный директор библиотеки «Прелестная женщина» и «Умница» пойдет в оборог. Я не читаю вообще художественную литературу. И полагаю, что странно на нее тратить время, когда существует такое гигантское количество серьезной литературы, необходимой для изучения. Опять-таки, я не предлагаю себя в качестве критерия, в качестве некой истины или в качестве некоего учителя. В конце концов, можете воспринять мои слова как абсолютный вздох. Но, вот опять-таки, возвращаясь к той самой руминации по принципу которого построена культура, мне художественная литература просто, в принципе, не интересно. Мне, я знаю, что можно смыслами жонглировать по-разному. Что вся литература, в общем, не только руминационна, но и без конца является бесконечным повторением самой себя. И если Павловым нельзя стать, не зная Гелемгольца, не зная Клода Бернара, не зная Сеченовым, то писателем можно знать, не знаю, можно стать, не зная никем. Меня вот тут спросили, вот вы там что-то на Достоевского катите. А вы можете представить нормального человека, который не читал Достоевского? Ну, выражаясь вашим языком, могу. Это, например, Пушкин. Вероятно, вероятно, нормальный человек. Это, вероятно, Сервантес. Это, вероятно, те сотни и сотни имен, которые составили мировую литературу. То есть, от того, что мы не знаем того или иного писателя, в данном случае я не наезжаю, не как на Достоевского, мне просто вообще не очень интересны религиозные фанатики, что бы они ни делали и под каким соусом истеризма они сами для себя не преподносили. Поэтому про художественную литературу тысячи извинений, но это явно не ко мне. Какими качествами должен обладать молодой журналист сегодня? Молодой журналист сегодня должен обладать такими же качествами, как и вчера, как и позавчера, то есть беспринципностью. Пониманием того, что всякие разговоры об общественном благе это абсолютно вздор, и что работать надо на себя и на свою славу, на свою известность, на свое образование, безжалостностью, вероятно, вероятно, отчаянной храбростью и пониманием того, что все взаимоотношения между людьми имеют ту или иную зоологическую основу, либо, по крайней мере, с точки зрения зоологии, могут быть весьма и весьма успешно оттрактованы. Вот тут спрашивают какой-то, значит, дяденька, какой-то дяденька мне посылал какой-то вызов на какую-то дуэль, дяденька мне посылал вызов на дуэль, сейчас, кажется, где-то была фамилия дяденьки, Хорионов, по-моему, какой-то Хорионов мне посылал вызов на интеллектуальную дуэль, он, значит, какой-то православный активист, но я всегда всем говорю, что, мол, он лапа, да, приди и возьми, я же никуда не поеду, пожалуйста, мне свидетельство того, что вы являетесь представителем авторитетного средства массовой информации, что у вас большая аудитория, что я не зря с вами потрачу время, а так я же не могу каждому православному образумливать отдельность, поэтому то, что называется, мол, он лапа, приди и возьми, а так, откуда я могу узнать об этом вызове, я не интернетный, подчеркиваю, человек. Ваше мнение о том, чем закончится церковное возрождение? Страшным образом закончится и похмелью, очень жестким. Тут просто было несколько вопросов, вот хотят забрать себе, оказывается, какое-то здание центрального города, пусть забирают, пусть забирают, потому что Россия должна вот эту вот чашу своей псевдоцерковности, она должна испить до дна. Нужно дать возможность работникам церкви продемонстрировать свое истинное лицо, продемонстрировать свою корыстность, жадность, наглость. То есть все эти качества, которые отличали их на протяжении всей их истории и которые несколько нами подзабыли. Поэтому пусть все это произойдет, пусть берут все, что хотят. Пусть выкидывают детские садики, планетарии, лечебницы, пусть, пусть, пусть. Вот в данном случае эту чашу надо пить до дна и не бояться, и не уподобляться моим московским друзьям-теистам, которые от каждого буквально прикосновения попа к нашей действительности вздрагивают. Не надо. Не надо вздрагивать. Это будет очень... Это будет все совершенно... Причем потом придется же этих попов где-то прятать, спасать, выкармливать и так далее. Ну вот задает мне вечный вопрос о причине, почему, значит, не воспринимая никак политику Владимира Владимировича, тем не менее декларируется свою симпатию к нему. Ну, во-первых, это мое дело, в чем я декларирую свою симпатию к нему. Он для меня сделал чрезвычайно добрый поступок, из крупных, не из мелких, крупненький такой, я бы сказал, поступочек, который я никогда не забуду и считаю себя, в общем, связанным... связанным благодарностью, и плюс он, знаете, он мне сильно искренне симпатичен. Я очень не хочу, чтобы его постигло участь Николая Второго. Насколько сейчас... Поскольку... Да-да-да-да-да, мы видим, что нынешняя власть с каким-то маниакальным упорством повторяет все ошибки царской власти перед 1917 годом. Да, вот мне говорят... Спросили, что неужели вас не потряс наш крестный ход по Невскому проспекту? Ну что, вы в 16-м году ходили, ребят? И что? Мы помним, чем это закончилось. Мы помним, что это, к сожалению или к счастью, ни на что не влияет. Так, подождите. Можете ли вы одним словом, кратко, кратко и не растекаясь мыслью по древу, объяснить преимущество вегетарианства? А кто спросил? Фамилии нет. Нет, я сам не трянец, это правда, но я этого абсолютно не пропагандирую. Что касается того, можно ли это сделать одним словом... А, знаете, можно. Вот просьба к наиболее отважным. Поднимите, пожалуйста, руку и пощупайте собственные чили. Кто-нибудь? Собственные чили. Нет, 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 нет. Чуть выше теменной гости. Я думаю, что вы при всем желании там не нащупываете у себя сагитальный гребень. Сагитальный гребень это такое тонкое костное разращение, которое иногда начинается от серединолобной кости и доходит почти к семенной или дальше. Это тот самый, это та самая часть черепа, на которую у хищников крепится масса, жевательная мышца. Жевательная мышца у нас необыкновенно хила. Она, если мы будем сопоставлять ее даже с жевательной мышцей макаки, она примерно в семь раз субтитнее. То есть, а вот этот сагитальный гребень у хищников, он существует именно для крепления масса сектора. И у них вообще живая, у нас в жевании участвуют, в жевании, в захвате, в удержании пищи участвуют темпоралис, естественно, височная мышца, масса сектор и две крыловидные мышцы. Естественно, два масса сектора, две височные. То есть, у нас жевательная мускулатура хиленькая, просто вот, и это не какое-то там эволюционное приобретение. Это и у дриопитока проконсула Майера, у нашего далекого предка, такая же примерно проблема. То есть, мы по сути своей не предназначены. Но на самом деле, вы знаете, и в вегетарианстве, и в невегетарианстве столько же достоинств, сколько и недостатков. Тут все приходит примерно 50 на 50, и я никогда никого не агитирую. Вы готовы помочь простому петербуржцу отжать Абрамовича 200 тысяч фунтов или 2 миллиона фунтов? Нет. Нет, вы знаете, я совершенно не буду скрывать, я с Романом Аркадьевичем в прекрасных отношениях уже, наверное, лет 20. Человек, он симпатичный, и отжимать у него 2 миллиона фунтов я отказываюсь. Я лучше найду в другом месте. А вам отжимает он? Что вы думаете, что в Петербурге дают уроки жонглирования булыжниками? Это к нашему бесконечному. Мы возвращаемся, опять-таки, руминация, да, мы возвращаемся к разговору о революции, которой не надо бояться и к которой надо относиться трезво и совершенно по философски. Ну, конечно, будет революция, будет основное оружие фунтеря. Ничего страшного. Разделяете ли вы пассионарную теорию этногенеза, Льва Николаевича Кумилёва? Если нет, то почему? Нет, конечно, не разделяю, несмотря на всю любовь и мою память о Льве Николаевича. Для меня она, скажем так, не имеет достаточных нейрофилологических оснований. И когда Льв Николаевич из своей исторической вотчины пытается вторгаться все-таки в области смежные, он изобретает очень красивую, очень симпатичную для публики вещь. Ну, примерно такая же история, как с Фрейдом. Мы знаем, что был такой доктор, который абсолютно всем пациентам прописывал только одно лекарство. Чрезвычайно модное. Знаете, какое, да? Какое? Это к вопросу о том, каким Фрейд был врачом. И до 41-го года он был вполне себе, кстати говоря, симпатичным и успешным физиологом, умницей. Он написал несколько хороших работ о продолговатом мозге, написал несколько интересных работ в немецких журналах о проблемах среднего мозга детей. И потом он понял, что, в общем, как бы ловить вот на поле чистой научной физиологии ему нечего. И что надо создавать какую-то свою абсолютно фантазию, рассчитанную на полных идиотов, но пользующуюся абсолютным успехом теорию. Он сделал, как бы, действительно сделал теорию, которая была товаром, в отличие от реальной скучной академической физиологии, которая, не заметив потери бойца, не заметив того, что Фрейд ушел из науки, она продолжила движение дальше. И, в общем, действительно ничего не потерял. Ну, как бы, здесь вот примерно такая же история. Так. Ой-ой-ой, сколько тут, черт убери. Да, я, нет, я почти все. Вы знаете, я там один вопрос отвечу, а второй оставляю на потом. Вот сейчас, смотрите, сейчас, сейчас, сейчас. Про лошадей вообще не буду говорить, потому что, подозреваю, у меня здесь нет собеседников по данному вопросу. Это очень, для меня эта тема давно, давно специализировалась. И мне довольно странно говорить о лошадях с людьми, которые не в состоянии мне рассказать, или не знают, там, о том, какая глубина подслизистого слоя, например, где-нибудь на Марго Интера Ажаляйс. Ну, вот там вот спрашивали про отношения к девочкам из Путира. Прекрасные отношения и восхищения, хотя это не мои люди, они не атеистки, они верующие. Они, вероятно, вот сейчас, сейчас они своим мужеством в тюрьме, своей замечательной совершенно стойкостью, своей храбростью, они зарабатывают себе гигантский политический капитал. Я думаю, что мы еще увидим Толоконникова, если не ошибаюсь, в качестве министра культуры. Как справедливо я совершенно говорил когда-то в одном из уроков атеизма, что рано или поздно мы увидим Чаплина, который на баяне играет на перекрестке улицы Толоконнина на углу проспекта Толоконникова. Это, безусловно, будет, потому что действительно девчонки доказали потрясающую храбрость и потрясающую человеческую высоту. При этом они не мои люди, они не атеисты, и я за них не отвечаю. Ну вот, опять-таки, про психоанализ, ну, про психоанализ я уже ответил. Мое отношение к Фрейду это отношение к психоанализу тоже. Так, идеи трансгуманизма мне, честно говоря, чужиты и не очень интересны. Вот спросили про какой-то Пирюлева. Пирюлева. А я знаю, что такое Пирюлева. Ой, не надо. Неужели не нравится? В Москве. Ну что вы? Знаете, я не имею привычки интересоваться тем, что мне не кажется. Что там такое? Что случилось-то? Да нет, ничего. Отлично. Да, забудем. Все хорошо. Бизнес-проект. Чего? Бизнес-проект. Отлично. Тогда зачем меня про него спрашивают? Ну, это для Кичет. А я ответил, чтобы вы проинвестировали. Нашли инвестора, черт. Вот тут был вопрос о... Такой жесткий достаточно вопрос о отношениях к Вивисекции. Отношения к Вивисекции у меня, естественно, положительные. Я в данном случае просто вынужден соглашаться и с Дарвином, и с Иваном Петровичем Павловым, и все мы в известной степени это дети Вивисекции, потому что очень многие пожилые люди сидят в этом зале благодаря тому, что когда-то и на ком-то, и не на людях были испытаны различные препараты, выработаны, рассмотрены действия этих препаратов на различных организмах. И сейчас, к сожалению, вот тот ступор, в котором находится наука, связан еще и с тем, что, конечно, на шее науки очень существенно затянулась петля этики. Это очень неприятно, но надо понимать, что эта петля свита из культурных нитей, если это вас утешит. Извините, культуру. Итак, согласен с Белинским по отношению к служителям в церкви в письме его к Гоголю? Да, я подозреваю, что и Виссарион Григорьевич тоже был бы согласен со мной, потому что Петербург – это не только город, скажем так, разных и многих конфессий, это и город, и столица. Вот почему я тогда с такой тоской говорил о его былой славе, потому что это был все-таки город, колыбель прежде всего, прежде всего исключительного по силе свободомыслия. Дерзости интеллектуальной, дерзости научной, дерзости атеистической – это все-таки город Писарева, это все-таки город потрясающих русских публицистов, это город, в котором русская мысль приобретала, наконец, то самое необходимое сходство с мыслью европейской. И вот тут, поскольку тут все-таки такая публика просвещенная, чрезвычайно культурная, еще спросили об Александре Абдеевича Проханове, даже написали мне, какими словами он меня называет. Очень плохими, оказывается, словами меня называют Александра Анатольевича. Я к нему отношусь с огромной симпатией. Чек Молталайкевый. Он был страшным патриотом Советского Союза. Теперь он страшный патриот России. Сильно напоминает всех самых... Помните, раньше в старых фильмах была какая-то русская тетка, у которой ребенка убили, и она вот плевно носит, берет в пленках, поюкает. Ему надо быть патриотом чего-нибудь, но поскольку он попал под влияние Котинзов, но в данном случае его охмурили, то Александр Андреевич в последнее время стал включаться с глобностью. В принципе, я на него не обижаюсь. Вот была записочка, правда ли, что Русская Православная Церковь запретила своим клиникам участвовать в любых диспутах и дискуссиях. Вы можете в этом легко убедиться. Поняв документы, это было зафиксировано в межсоборном присутствии, поскольку я знаю их догматику, патристику, бомилетику, я знаю их жизнь. Им со мной действительно полемизировать чрезвычайно сложно. Плюс я всегда пользуюсь запрещенными приемами, а я никаких других просто и не знаю. И вот тут спрашивают, не скучаю ли я по нормальным оппонентам на религиозную тему. Конечно, скучаю. Конечно, скучаю, потому что я большой любитель подраться, а мне под гусеницу вечно подкладывают какого-то одного и того же типа. Он милый, симпатичный. Сейчас скажу. Он похож на очень симпатичный парень из какого-то то ли собора, поскольку неинтересно, я не уточнял. Он похож на психролюту с марцирус. Это рыба-капля. Вот он какой-то такой безразмерный, он, висящий носом, которого всегда засовывают в эфир, и он там что-то бурчит и злобничает. Ну, у него это, наверное, пройдет. И со временем, со временем, я думаю, мы с ним сможем разговаривать. Нормально, когда вот эти страсти уляпся. Тут, кстати, был такой сложный-сложный вопрос по поводу взаимоотношения национальности и всяких там таджиков-узбеков. Знаете, я, во-первых, не специалист по таджикам-узбекам. Это первое. Во-вторых, я не вижу ничего страшного происходящего. Дело в том, что всегда, когда говорится о узбекско-таджикском нашествии, умалчивается один такой, как бы, совершенно очевидный факт. Я вам могу его легко назвать. Дело в том, что узбекско-таджикские рабочие не стоят дешевле рабочего русского. Не стоят. Это я вам совершенно точно говорю по личному опыту. Но если русские все абсолютно хотят быть только компьютерными гениями, генеральными директорами, пиарщиками, косметологами и дизайнерами, они действительно сдают эту свою Россию, сдают, ведь Россия это делается не в социальных сетях, Россия это делается не во время косметологических операций, Россия делается за баранкой газели и на укладке асфальта, в шиномонтаже и на фабрике железобетонных конструкций. Там таджики и узбеки. Да, действительно. Ну а почему бы, черт побери, почему тогда это вызывает такое удивление? Если бы эти таджики и узбеки приезжали и видели, что те места рабочие, о которых они мечтают, заняты русскими, они разворачивались бы и уезжали. Но тут есть, кстати, в зале хоть один русский сварщик. Покажите мне, я очень хочу посмотреть. Офигеть. Поздравляю. Отлично. Целых два. Целых два. При том, что я вот заехал на днях в шиномонтаж, там раньше меня встречали милые бородатые русские физиономии, которые мне чинили колеса. Выяснилось, что, значит, один ушел вот как раз в пиар-менеджеры, второй фрилансер теперь, третий просто удалился куда-то и утонул, судя по всему, в волнах пшеничной очищенной, как это у нас водится, и теперь вместо них три дружелюбных узбека. Я подозреваю, что все происходящее, и в том числе весьма неприятные вещи, вообще и приятное, это как бы притирка народа друг к другу, и надо смириться вероятность с тем, что тот, кто работает в стране, в ней и живет. Найдите вы себе мужество это сказать, или заставляйте русских работ. Считаете ли вы себя патриотом, хотели бы уехать на постоянное место жительства за границей? Нет, вы знаете, в том смысле, в каком сейчас вкладывается слово патриотизм, и в тот, скажем так, в тот контингент патриотов, который сложился, я явно не вписываюсь, и вписываться не хочу. Тем паче, что никого из этих разрывателей на себе тельников за святую великую православную Русь сегодняшних, я не видел, блин, ни в Белом доме в 93-м году, ни в окопах Приднестровья, ни на фронте в Грозном. Сейчас быть патриотом легко, просто и выгодно. И я подозреваю, что на данный момент это наименование Азор. Позор. Как вы относитесь к деятельности Ричарда Докинса? Ричард Докинс прекрасен. И, кстати говоря, вот мне сказали, что где-то здесь есть книжные развалы, книжные ларьки. Я всем бы рекомендовал людям, которые вот ищут, только ищут ответы на эти сложные вопросы, не употреблять какие-то вот ядерные средства, типа Невзорова, а все-таки ориентироваться на безупречно интеллектуального, безупречно нежного, щадящего, умеющего преподносить с чрезвычайной деликатностью к читателю господина Ричарда Докинса. Кроме всего прочего, он очаровательно пишет и незнание сегодня работы Докинса приравнивается к самой чудовищной безграмотности. Так, насчет возможностей генной инженерии. Вы знаете, это отдельный разговор, абсолютно неформальный в этом контексте. Вот тут спрашивали, о чем я жалею. О чем жалею? Жалею, я, например, плохо знаю квантовую механику. То есть вообще никак не знаю. И об этом жутко жалею, потому что в свое время я тратил время на чтение художественной литературы, ничего не следует сделать. Вместо того, чтобы заниматься квантовой механикой, которая даже сейчас, даже и при анатомических, и физиологических занятиях, могла бы оказать, и должна была бы при очень хорошем ее владении, оказать некую существенную помощь. Ну, вот, в частности, нам только с помощью квантовой механики мы можем понять и объяснить, почему кровь красная. И ответ на этот вопрос может дать квантовая механика. Это все очень просто как раз, даже я могу объяснить. Мы великолепно понимаем, что вот молекула гемина, которая обеспечивает кровью ее исключительный цвет, потому что кровь бывает не только красная. То есть, совершенно без разницы, чем кислород разносится, гемоглобиновым или гемоцианином, тогда кровь будет зелененько, как у австралийских лягушек. Но вот мы рассмотрим гемины и увидим, что электронная оболочка атома этого гемина, она как бы неравномерно заполнена окислом-окислом железа. А вот электронными, что им придает такую вот этой крови сверкание особый цвет? Но здесь, скорее, дело связано с особым поведением электронных оболочек. То есть, какие-то вещи можно было бы решать. В Коломяках строят новый храм, а места в сельдиков не хватает, гонят детей в другие районы. Зачем? Что делать? Я уже ответил на этот вопрос. Я считаю, что вот это вот попустительство к тому клирикальному безумию, который мы видим, это общая вина, это общая беда. Ну и давайте как бы настрадаемся от этого клирикального безумия с тем, чтобы получить прививку хотя бы там на ближайшие столи от всего этого. Так, ну что, может быть, будем заканчивать уже, а то мне вот там сказали, что уже пора заканчивать. Да, что уже там следующее. Я от общества здравомыслия вам звонил Александр Головов. Ну привет, Олег. А, да, действительно, это правда. Саша, с вами. Друзья мои, давайте, в общем, прощаться. Как раз мы с вами беседовали в час. Ваше пожелание. Благодарю вас. Пожелание. Готовы ли вы сняться в антитабачной рекламе? Я сейчас пойду хулить и подумаю. Пожелание. Продолжение следует...